18 сентября в региональный следственный комитет поступило сообщение о гибели людей на пожаре. В сгоревшем доме деревни Белиутово Кашинского городского округа сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины 76 года рождения и женщины 79 года рождения. По факту гибели людей Кашинским международным следственным отделом из СУСК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. При поступлении сообщений на место происшествия выехали следователи и криминалист следственного управления СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев случившегося. Для выяснения точных причин пожара и гибели людей назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В Верховном суде Российской Федерации рассмотрена жалоба осужденных по так называемому делу черных риэлторов. Напомним, в марте 2002 года свой вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей. Приговор из-за пандемии пришлось на несколько месяцев отложить. На скамье подсудимых 13 человек. Пятеро. Вера Шугаибова, Олег Герасимов, Валентина Иванова, Рубина Тумашевич и Олеся Мишина под стражей. Остальные на подписке о невыезде. В вопросном листе присяжных 80 вопросов. И чтобы ответить на них, коллегии понадобилось несколько часов. Итог. Все 13 подсудимых по делу черных риэлторов признаны виновными в совершении ряда преступлений против жизни и собственности. Только четверых непричастных к убийствам, полностью признавших вину и раскаившихся в содеянном, присяжные признали заслуживающими снисхождение. Судом установлено, что в 2012 году житель Тверской области в целях наживы и незаконного обогащения организовал преступную группу, вовлек в ее деятельность свою супругу еще трех человек. К каждому из участников были отведены определенные роли. Мошенники подыскивали граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, убеждали их в необходимости продажи квартир под различными предлогами или выдачи соответствующей доверенности. Получив необходимое согласие и документы от потерпевших, участники группы продавали квартиры неосведомленным лицам. После получения денежных средств с целью скрыть совершенные преступления, лишали жизни бывших владельцев недвижимости и их родственников. А вот человек, по мнению следствия, главный организатор преступного клана. На его счету девять убийств. Трое утоплены в городских карьерах. Один живым утоплен в проруби реки в Ромешковском районе области. Еще трое живыми закопаны в могилы кладбища в Конаковском районе области. От каждого преступления кровь стынет в жилах. После того, как перестал подавать признаки жизни в секунду через 30, еще около пяти минут я подождал, после чего развязал скотч полностью с рук и с шеей и вытащил его за одежду. О совершенных душугубствах Роман Шугаибов рассказывает спокойно, помнит где и как убил каждого. Они вам мешали живыми, да, получается? Не то, что мешали. Более страха перед уголовной ответственностью. Вы больше страха боялись, да? За то, что сделали, за преступления, которые скрывали? Да. Вы как боялись, что вас задержат? Да. Удивились, когда за вами пришли? Не совсем. Вы раскаиваетесь? Да. Они вам не снятся? Нет. Этот человек приговорил себя сам к смертной казни. Повесился в следственном изоляторе. Следственному суду установлено, что в период с 2012 по 2016 годы житель Тверской области, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в целях незаконного обогащения и получения постоянных доходов, создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе принимая непосредственно участие в них, а также распределял полученные доходы. 27 ноября 2019 года в Конаковском городском суде вынесен приговор члену банды Рашиду Насирову, обвиняемому в мошенничестве, краже и убийстве четырех человек. Дело Насирова, а с ним заключено судебное соглашение, выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Я с первого дня в раздержании сотрудничал, с следствием ничего не скрывал, заключил досудебное соглашение, свое имя, рассматривалось, сожалею, содеянным, прошу не судить меня строго. Окончательный вердикт суда 57-летнему Насирову – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Что вас подвигло вообще на это? Вас уговорили, деньги обещали или что? Да ничего не уговорили, просто было сделано все. Пойдемте. Я даже не думал, что он по факту все сделал, а мне куда было деваться. То есть вы не ожидали, что этим закончится? Вы раскаиваетесь? Конечно. Вердикт суда по делу 13 подсудимых вынесен под вечер 2 сентября. Самый суровый приговор вдове организатора банды Вере Шугаибовой – 17 лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Четверо отделались условными сроками. Другим, находившимся под подпиской о невыезде, наручники одели в зале суда. Вадим Бурин проведет 3 года в колонии общего режима. Олеся Мишина и Зита Иванова – 4 года в исправительной колонии общего режима. Рубина Тумашевич Валентина Иванова – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Александр Дрибус – 4 года в колонии общего режима. Роман Андреев – 6 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Олег Герасимов – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Законность приговора будет соценена прокуратурой Тверской области по результатам его проверки. Верховный суд Российской Федерации приговор Тверского областного суда по делу черных риэлторов оставил без изменения.